Школьники сели за парты, пока мы друг друга поздравляем. Метики говорят о том, что это немедленно повлияет на эпидситуацию. Ну, собственно, что происходит каждый год? В сентябре у нас всегда идет рост заболеваемости ОРВИ. Можно ли как-то на это повлиять? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». В начале учебного года очень хочется поговорить с педиатром. И сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр городского округа Самара, заместитель главного врача поликлиники номер 15, доцент кафедры госпитальной педиатрии СМГМУ, кандидат медицинских наук. Добрый вечер. Добрый. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. К нам в студию можно звонить. Тем более разговор сегодня очень важный о детях. Лето, конечно, закончилось, но так не хочется его как-то отпускать. Давайте ненадолго вернемся. Еще хотела спросить вас, как прошло лето в плане травматизма, особенно с учетом того, что вот уже в начале лета травматологи в этой студии говорили о том, что беда пришла на самокатах. В виде электросамокатов. Ну, не могу сказать, что эта беда такая заняла такие вселенские масштабы, да, потому что вовремя, наверное, с федеральных центров доносили до нас, до регионов информацию о том, что очень часто бывает так, что на самокатах или сами самокаты не всегда управляемые, они являются причиной травм и ограничили во многих случаях скорость передвижения на самокате. И это, конечно, поспособствовало тому, что, ну, наверное, такой ситуации, как может быть в федеральных центрах по частоте травматизма, мы в Самаре не имели. Но и при том, что все медицинские организации, те же самые травматологи, ортопеды, хирурги при возможности средств массовой информации несли информацию профилактическую о том, что, пожалуйста, аккуратней, не ставьте детей, если вы на этот же самый самокат встали, то, пожалуйста, надевайте какие-то средства защиты. И поэтому это не привело к каким-то таким вселенским масштабам катастрофы и как бы ограничило, наверное, в первую очередь скорость перемещения на самокате. Хотя случаи травматизма, но не, наверное, такого массового, глобального, в Самаре, конечно, были. А в целом, чем отметилось лето? Какими проблемами? Ну, лето, оно у нас всегда отмечается. Крышка, жары. Перегревом, это традиционно. Травами, как мы уже с вами сказали, тоже. Сейчас дети у нас почти все вернулись из Крыма, когда в Крыму такая же жара, и море по факту является уже не, наверное, той средой, которая охлаждает, а в том числе является рассадником каких-то заболеваний, вирусов, возбудителей. И мы сейчас чаще стали встречаться с такими состояниями, как кишечные инфекции, пищевые токсикоинфекции, энтеровирусные инфекции. И, как правило, это дети, которые прибыли с Крыма с симптомами, там, тошноты, рвоты, каких-то других респираторных заболеваний. Но я могу сказать, что это типичная ситуация, с которой мы встречаемся, педиатрическое сообщество, из года в год. Фактически оно повторяется, и мы практически к этому готовы. Несмотря на то, что все-таки в этом году очень многие не смогли поехать отдыхать, привычный отпуск, перенесли сюда, в Самару, но все более-менее обошлось, да? Да, да. Без чрезвычайных происшествий. Наверное, поэтому все и обошлось. Да, может быть, поэтому. Ну вот, во всем надо видеть пользу. Конечно. Я напомню, если вы опоздали к началу эфира, сегодня мы говорим с главным внештатным педиатром городского округа Самары, Светланой Пырковой. Говорим о том, что начался учебный год, что нас в связи с этим ждет в плане здоровья наших детей, и какие меры мы можем предпринять для того, чтобы детей своих сберечь, сохранить. Светлана Александровна, попалась мне на глаза буквально недавно постановление главного санитарного врача нашего региона. Оно летнее, но там она пишет о том, что пошел очень большой рост заболеваемости новой коронавирусной инфекцией. И вот особенно меня вообще удивили цифры. Вот в возрастной группе до года рост в три раза, с года до шести на 54%, с семи до четырнадцати на 65% рост, с пятнадцати до семнадцати на двадцать семь. То есть получается, что с семи до четырнадцати вот эта возрастная группа показала наибольший рост заболеваемости. И мы ведь в прошлую волну, ну сейчас бессмысленно уже как-то говорить о волнах, но не суть. И еще недавно мы были информированы, что коронавирус поражает в основном 60+, для них он опасен. То в этом сезоне уже вот летом мы увидели, что заболевают и дети. Да, дети заболевают. Они, я могу сказать, болели и в предыдущем сезоне. В этом сезоне частота заболеваний статистика вещь упрямая, цифры говорят сами за себя. Но я могу сказать, что в первую очередь к нашему большому, наверное, к нашей большой радости дети болеют легкими формами чаще. В связи с тем, что они меньше имеют хронической патологии, само заболевание коронавирусной инфекцией не провоцирует у них обострение хронической патологии ввиду того, что она у них зачастую отсутствует. Но, конечно, те дети, которые ее все-таки имеют, это те дети из группы риска, которые наиболее подвержены заболеваемости коронавирусной инфекции, и те, которые должны в первую очередь быть при подозрении на коронавирусной инфекции госпитализированы и наблюдаться в круглосуточных стационарах. Но среди детского населения частота среднетяжелых и тяжелых форм, в том числе и пневмоний, она такова, что, например, за предыдущую неделю по нашему детскому населению у нас наблюдается 16 тысяч в 15-й поликлинике детском отделении. Заболело вновь коронавирусной инфекцией 25 человек, и из них только один был ребенок госпитализирован. Конечно, в связи с тем, что дети сейчас пошли в организованные коллективы, это и детские сады, и образовательные организации. Я думаю, что те самые образовательные организации, которые они посещают, они предпринимают все меры для того, чтобы заболеваемость не росла и не увеличивалась. Это, в первую очередь, и раздельный заход в школу и выход из нее, это измерение температуры, это нахождение детей в классах, когда учителя к ним ходят, а они к учителям. Желательно, конечно, чтобы дети сидели по одному за столом, и точно так же они питались в столовой, раздельно, то есть минимально была скучность в столовой, то есть дети были разделены по переменам отдельно по классам. В том числе неплохо бы, конечно, я думаю, это все делается после каждого урока проводить проветривание, но и самое главное, когда у ребенка утром или с вечера есть какое-то недомогание, он жалуется на то, что он как-то по-особенному себя чувствует, у него болит голова, может быть, у него ломота в теле. Конечно, такого ребенка ни в коем случае не нужно отправлять в школу, обязательно померить температуру, обязательно его побольше напоить жидкостью, и на следующий день, если ситуация не меняется, в обязательном порядке пригласить врача из поликлиники, потому что все наши детские отделения сейчас перестроились, и показания для наблюдения детей на дому гораздо стало больше. До коронавирусной инфекции у нас показания были только хотя бы небольшая, но температура. Сейчас очень кардинально все поменялось. Ну вот в Минпросвещение как раз сообщили, что в школах с первого сентября усилят противоэпидемические меры. Вы уже, собственно, сказали, какие. Это означает, что со школами, с руководством школ, медики провели какую-то серьезную подготовительную работу перед началом учебного года? Медики провели и продолжают проводить, потому что каждая школа курируется докторами медицинской сестрой. Фактически они находятся там постоянно, по графику в некоторых случаях. И эти меры уже в течение года даже и более реализуются совместно, сообща, и образовательными сообществами, и медицинскими. Я могу еще добавить, что, конечно, неплохо бы, чтобы дезары или те аппараты, которые обеззараживают воздух, точно так же могли находиться либо в коридорах, если они, все зависит от того, какой у них зона покрытия, либо даже в классе, потому что те самые приборы, они могут находиться и не вредят здоровью ребенка, если они включены и находятся во время учебного процесса. Это тоже как мера профилактики. А эффективность их все-таки? Высокая. Эффективность их высокая. Вы сказали, что дети, к счастью, все-таки не болеют тяжелыми формами. Чаще. Чаще всего, да. Ну, вот у меня знакомая недавно потеряла ребенка. Ну, да, там была патология сопутствующая, но, тем не менее, спровоцировал все это коронавирус. И насколько вообще стоит беспечно относиться родителям к возможности заражения ребенка? Вы знаете, я думаю, что вообще беспечно относиться к здоровью ребенка в принципе недопустимо. И, конечно, если, допустим, родитель видит в предыдущий период времени, а именно, например, года два назад, что какие-то легкие катаральные явления, и зачастую наши родители в данной ситуации отправляли ребенка в организованный коллектив, то в данный период времени это будет в первую очередь поводом для того, чтобы остаться дома, понаблюдать за ребенком. И если ребенок становится более вялый, он плохо пьет, он жалуется на головную боль, и родители видят, что ребенок фактически лежит и ведет как-то себя не так, как он ведет себя обычно, конечно, это является поводом для беспокойства и для немедленного вызова врача. А если это уже в нерабочее время, то, конечно, и скорая помощь. Потому что, как мы уже с вами говорим о том, что коронавирус, он не любит беспечность в первую очередь, и это тот возбудитель, который вызывает обострение дремлющих. Может быть, никогда инфекция никак бы себя не проявила, или какое-то состояние, которое где-то у него в организме как риск старта, наверное, какого-то заболевания присутствует, и присутствовал бы он, и присутствовал, пока не появился коронавирус, который вызывает обострение его. Поэтому, конечно, коронавирус и беспечность – это два слова, которые вообще не могут, в принципе, быть и находиться рядом. Ну вот, часто же ведутся в информационном поле разговоры про истеричных мамочек, которые на каждой чьих ребенка вызывают врача и бегут в поликлинику. Но вот на сегодняшний день, я так понимаю, что эти меры лучше пусть так, да? Ну, мы теперь не называем таких мамочек истеричными, мы называем таких мамочек заботливыми. Ответственными. Ответственными, да. И если в данной ситуации мамочка не побежит в поликлинику с ребенком, а в первую очередь вызовет врача, и я, и мы, и все медицинское сообщество, и все наши дежурные администраторы, и немедицинское сопровождение наших медицинских организаций обращались и обращаемся к родителям с просьбой не бежать, а стараться вызвать врача на дом. Потому что, конечно, вот это вот... Зачастую то, что родители приходят с заболевшим ребенком, позволяет его заболеванию распространиться, во-первых, утяжеляет течение заболевания, во-вторых, это является риском для того, чтобы заболели другие дети. Потому что зачастую мамочки, не видя о том, что написано в бокс, вход с больными детьми и указано, как зайти, они сначала заходят в регистратуру. Ребенок, как правило, без маски, мамочка в маске. Ребенок кашляет, чихает. Потом регистратор обращается с просьбой зайти через бокс. Мамочки не прислушиваются, что надо выйти. Идут через все здание и так далее, и так далее, и так далее. Поэтому еще раз обращаюсь к нашему родительскому сообществу с просьбой вызывать врача на дом, не приходить в поликлинику. Сейчас для этого есть все условия. А у нас есть звонок, послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый вечер. Добрый. Скажите, пожалуйста, вот я дважды переболела уже ковидом, да, вот второй раз, последний раз болела, 24 августа вышла на работу, и мне дали всего медотвод от прививки. Хотели дать вообще на 14 дней, но я сказала, что я все равно прививаться не буду, потому что очень тяжело болела, сил нет. Дали только до 1 октября. Насколько это правомерно и правильно? Спасибо за вопрос, мы поняли. Спасибо за вопрос. Я могу в данной ситуации порекомендовать и посоветовать обратиться. Вообще показания для проведения вакцинации определяет лечащий врач. И в данной ситуации, если вы наблюдаетесь постоянно у одного того же доктора и не имеете хроническую патологию, то в любом случае рекомендовать медотвод на тот период времени определенный больше-меньше может только лечащий врач. А вы, в свою очередь, имеете право согласиться или отказаться. Но в любом случае это основное должен делать лечащий врач. Ну так вот из разных источников мы пока слышим, что все-таки полгода после перенесенного заболевания не стоит прививаться. Или это не всегда так? Это вообще решение принимается индивидуально. Это такой усредненный показатель. Все зависит от того, возраст, форма тяжести заболевания, лежал ли человек, допустим, в больнице, находился ли дома. Может быть, это было вплоть до реанимации. Конечно, это будет полгода. И, в общем-то, в любом случае показания индивидуальные. Особенно, наверное, если есть хронические заболевания, то человека все-таки пытаются защитить. Поэтому решение принимает пациент совместно со своим лечащим врачом. И все это очень индивидуально. Поэтому решать нужно вдвоем. Иногда, если, например, пациент не согласен, он может обратиться к заведующее отделение. И решение тогда будет приниматься коллегиально. Пациент, лечащий врач и заведующее отделение. Я, кстати, раз уже заговорили о вакцинации, хочу сказать, что на прошлом эфире, во время эфира к нам звонил наш зритель, которому было отказано в ревакцинации. И вот мне буквально на днях перезвонила участница эфира, доктор Екатерина Кендалова, и сообщила, что вопрос решен, и человека ревакцинировали. По какой-то причине ответили сначала, сказала, что сначала тех, кто в первый раз, а уж потом ревакцинируем. Ну, в общем, человеческий фактор, по крайней мере, вопрос решился. У нас в эфире сегодня Светлана Пыркова, главный внештатный педиатр городского округа Самара. Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. К нам в студию можно звонить. А мы, раз уже немножко прервали разговор, давайте узнаем, что произошло в медицине региона за ту неделю, что мы не виделись. В регионе продолжается работа по обновлению автопарка учреждений здравоохранения. В районные больницы губернии поступили 43 новых автомобиля для оказания медицинской помощи. Сотрудники государственных медучреждений региона, а также водители скорой помощи получат по 10 тысяч рублей. Средства дополнительной поддержки поступят до 10 сентября. Жители Самарской области могут восстановиться после COVID-19 в отделениях медицинской реабилитации. Курс составляет две недели. Все это время врачи наблюдают каждого пациента. В городской поликлинике номер 14 открыли круглосуточный пункт вакцинации. Это сделано для удобства жителей, работающих допоздна. В сутки готовы привить до 1000 человек. В Самаре, Тольятти и Сызрани можно сдать плазму крови с антителами к коронавирусу. Ее применяют для лечения больных COVID-19. Перед процедурой донора регистрируют и обследуют. Это программа «Звоните доктору». Мы работаем в прямом эфире 202-11-22. Сегодня говорим о здоровье детей. Вы можете задавать свои вопросы нашему доктору, педиатру Светлане Пырковой. Светлана Александровна, ну, коронавирус, да, но осень, она же не только этим обычно отмечается. Мы традиционно ждем респираторные и вирусные заболевания, грипп, и вот, собственно, с сентября начинается прививочная кампания от гриппа ежегодная. Если про коронавирус мы не говорим про прививки детей, то от гриппа детей прививаем? Детей мы прививаем при согласии родителей с 6 месяцев до 18 лет. В этом году мы планировали привить 60% всего нашего населения и 75% и взрослых из группы риска и всего детского населения. Поэтому все лечебные учреждения уже запланировали тех детей, которые у них наблюдаются с хронической патологией, потому что это те дети, которые подлежат вакцинации от гриппа в первую очередь. Есть особенность, которая у нас появилась с прошлого года, детей с 6 месяцев до 3 лет мы вакцинируем двукратно для того, чтобы закончить вакцинальный комплекс от гриппа. В предыдущие периоды времени мы вакцинировали детей, которые из года в год вакцинируются однократно, а те, кто впервые вакцинировался, только в этом случае двукратно мы делали. А с прошлого года есть особенность, это делается с 6 месяцев до 3 лет. Независимо от того, вакцинировался ребенок в прошлом году или нет, все равно до 3 лет мы делаем 2 прививки от гриппа. А 2 это через какой период? Это либо 2 недели, либо месяц. Интервал между первой и второй дачей вакцинации от гриппа. А почему именно вот эта возрастная группа? Потому что по статистике они при одной даче недостаточно показывают иммунный ответ. И зачастую болеют легкими формами, а иногда и средне-тяжелыми. И поэтому это та группа, которая подлежит в первую очередь двухкратной вакцинации. Светлана Александровна, а есть вообще смысл вакцинировать таких маленьких детей от гриппа? Вы знаете, я человек, который в течение 10 лет прививаю не только своих пациентов, и являюсь активным сторонником вакцинации. И я могу сказать, что в течение всех 10 лет я вижу прекрасную реакцию в плане защиты не только от окружающей нас гриппозной инфекции, но и уменьшения эпизодов вирусной инфекции. Поэтому, конечно, с 6 месяцев начиная мы можем вакцинировать детей. Идеальный вариант, если в семье будут вакцинированы при, допустим, том, что у ребенка есть какие-то противопоказания, в этой ситуации мы можем привить окружение его. То есть папу, маму, бабушку, дедушку, и может быть не привит один ребенок. Если же у ребенка нет противопоказаний, мы вакцинируем и ребенка, и его окружение. Коллективный иммунитет нам нужно желательно медицинскому сообществу создать, потому что есть и дети, которые просто не могут по своему состоянию здоровья прививаться. Например, у тех, у кого есть аллергия, например, поскольку вакцины от гриппа делаются на ковыриных эмбрионах, у тех, у кого есть аллергическая реакция, они имеют прямое противопоказание для вакцинации именно данной вакциной. И поэтому вот вокруг таких детей должен быть создан коллективный иммунитет. Вы как будто знали, какие вопросы я хочу вам задать. Да, как раз и хотела спросить по поводу аллергиков. Ну, а вот все равно же есть всегда лагерь антиперевивочный такой в обществе существует, да? Скажите, а если представить, что родители откажутся от прививок, я не про коронавирус говорю, а вообще про все прививки. Существует ли в принципе опасность того, что вернутся к нам такие болезни, как коклюш, туберкулез, столбняк, кори, вообще это возможно, или мы их уже победили навсегда? К сожалению, мы их не победили, потому что часть из них, например, полиовирус присутствует в дикой форме в природе, и только при условии создания и вакцинации не менее 98% детского населения мы будем считать из года в год о том, что у нас создана ситуация, когда этот возбудитель не будет распространяться среди детского населения. Пока Всемирная Организация Здравоохранения говорит о том, что на данный период времени возможно мы победили краснуху. Но с учетом того, что во всем мире эта ситуация разная и возможно завозные случаи, это тоже еще не окончательно. Поэтому как-то уповать и лежать и быть счастливыми в том, что мы уже молодцы и все сделали нам не приходится. То есть ремень безопасности он никогда не лишний? Вот коронавирус как раз нам это и показал. Мы как бы никогда не предполагали, что возбудитель вирусной инфекции вдруг вызовет у нас такую эпидемиологическую ситуацию во всем мире. Поэтому давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Алло. Да, добрый вечер, мы вас слушаем. А, здравствуйте. Я перевалила коронавирус с вами инфекцией пять месяцев назад. Сейчас сделала анализ крови на иммуноглобулину джейна и тела. Высокий уровень достаточно. Надо ли не прививаться? Сейчас прививку делать или... мы поняли, я думаю, что для доктора этот вопрос знаком. Дело в том, что... Спасибо за вопрос. Дело в том, что мы с вами будем говорить в зависимости от тех показателей, которые являются нормами и в зависимости от лаборатории, в которой этот анализ был сделан. Если у вас в анализе есть трехкратное превышение нормального показателя, то только в этом случае мы говорим о нормальном показателе и превышающем показателе. Но последние методические рекомендации по вакцинации от коронавирусной инфекции говорят нам следующее, что если пациент переболел коронавирусной инфекцией, то через шесть месяцев, даже с учетом того, что мы не определяли уровень иммуноглобулинов джи, это пациенты или наше население являются тем контингентом, кому прививка показана и может быть сделана. Потому что зачастую, несмотря на то, что вы переболели, анализ в лаборатории может быть проведен и показатели определяют не те антитела, о которых мы сейчас с вами говорим. То есть это не тот защитный титр, а титр антител, который показывает вообще и говорит совсем о ином. Просто я не буду сейчас медицинскими терминами никому голову забивать. Тем более, что нам только что звонила пациентка, которая заболела повторно. Я могу в этой ситуации порекомендовать сделать спутник лайт, облегченную, которая делается однократно. Это прекрасная вакцина. И по факту у нас сейчас есть очень много ответственных, кто стали внимательно относиться к своему здоровью населению, которые после того, как сделали спутник гамм-ковид-вак двухкомпонентный, и уже после этого прошло 6 месяцев и более, обращаются в клинику самостоятельно и просят сделать спутник лайт, потому что реально видят этот вакцинный эффект. Я думаю, что вирусные, инфекционные заболевания это не единственная угроза для здоровья наших детей в начале учебного года. Летом они привыкли, отдыхали, а сейчас сразу погружаются в учебный процесс, наверняка у многих начинаются репетиторы, кружки, занятия. Как все-таки не допустить какого-то нервного срыва ребенка, переутомления очень сильного? Ну, я могу, наверное, в данной ситуации обратиться к родителям, в первую очередь, тех детей, которые, во-первых, в этом году классы их являются выпускными, а это 9-11, и родителям тех детей, которые первый год пошли в образовательные организации, и родителям, наверное, тех детей, которые перешли из начальной школы в более старшие классы, и, наверное, к предметному обучению, будем так говорить. Для детей это максимально стрессовая ситуация, потому что зачастую это новый коллектив, новые люди, новое окружение, и не семья, а рядом, вызывают у них естественное состояние внутренней тревоги, и это является причиной для обострения как хронических заболеваний, дремлющих инфекций, поэтому, конечно, в данной ситуации детей нужно готовить, но поскольку мы уже с вами сейчас, у нас сегодня 2 сентября, и говорить об этом немножко поздновато, если вы видите уважаемые родители какие-то признаки, которые вызывают у вас тревоги, например, ребенок плохо засыпает, ночью беспокойно спит, что вообще для детского населения не характерно, если вы видите, что он стал плохо есть, и вам кажется, что он худеет, конечно, это является поводом для того, чтобы вы могли обратиться в поликлинику в свое, по месту прикрепления, и в этой ситуации педиатр вас направит к медицинскому психологу, и все сделает для того, чтобы максимально нервную систему защитить ребенка и не допустить усугубления, в общем-то, любой патологии. Светлана Александровна, предлагаю вам рискнуть вместе со мной. Осталось полторы минутки буквально, давайте примем еще один звонок, успеем быстро ответить. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. У меня такой вопрос, вот скажите, пожалуйста, можно сделать прививку у кого аллергия абсолютно на все? Мы про взрослого говорим, да? Ну, я хочу еще раз повториться. Прививку мы можем сделать, если это имеется в виду, ну, например, прививка от коронавирусной инфекции, да, в том случае, если нет аллергии на те субстраты, на основании которых готовится эта прививка. Вот если мы говорим про грипп, то если нет на куриный белок аллергии, то мы в этой ситуации, если она есть аллергия, то мы в этой ситуации прививку эту не делаем. И у нас, у медиков есть такая реакция чувствительности. Мы можем определить ее, и она называется реакцией либо чувствительности, либо реакцией сенсибилизации. Вакцину привозится в диагностический центр и определяется, если титры высокие, то эта прививка просто не делается. Ну, в любом случае, мы не можем такой совет сейчас с вами дать, потому что не знаем подробностей здоровья пациента, да? Абсолютно. И на что есть аллергические реакции. И тем более, если они есть, наверняка человек наблюдается у аллерголога, который все подробно расскажет. Спасибо за то, что вы нас смотрели и звонили. Светлана Александровна, благодарю за участие в программе. Пожелаем здоровья нашим детям, их родителям. Здоровья, здоровья, еще раз здоровья. До свидания, увидимся через неделю. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Субтитры подогнал «Симон»